Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, расскажите нам, насколько... Меня зовут Павел, я из Запорожской области. О себе... Начал принимать наркотики. Давно начал с травмодола, еще как приехал учиться в Запорожье. Начал с травмодола. Ну, потом алкоголь пошел, когда травмодол закончился. Потом устроился на шахту, начал пить. И выпивка началась тяжелыми наркотиками. То есть мне друг мой дал попробовать раз винт. Но я его выпил. Потом попозже винта не было, пришлось уколоться ширкой. Ну и поехала. Потом у нас продавали в городе моем, ну, недалеко от Запорожья. Продавали в открытую, то есть ширки уже до 10 кубов в день мне надо было. Потерял сначала первую семью, жену с дочкой. Ну, как бы, жена ушла к другому, потому что не выдержала этого. Через полгода женился второй раз. Женщина с ребенком уже была. И у нас общий родился маленький. Я хотел его себе на 30 лет. Сын тоже Павел назвал Павел Павлович. Ну и вторая жена, все три года, которые она со мной уже жила, ну, все время я был в наркотиках, в алкоголе. Не уделял ни ей внимания. Уходил на ее глазах с другим ребенком и бросал. Уходил другой женщине к барыге. Жил с ней. Потому что там был бесплатный наркотик. И вот, когда она уже не выдержала, когда это, ну, раз уходила от меня вторая жена. И вот второй раз уже ушла, когда я остался один сам дома. Без детей, без жены, без денег, без ничего. В квартире. В ломбарды уже ничего не брали. Плохо. Начались кумары. Вы все это прекрасно знаете, что такое кумары. Ну и пришла в голову мысль. Я слышал о этой клинике от матери. Ну, тогда я там не придал значения. Пришел к матери. Там и жена была с моим ребенком. Пришел, повесив голову, пришел туда. Не сказал, мама, я настроен лечиться. Потому что я больше уже не могу так жить. Приехали сюда. Я не хотел сюда ехать. Хотя сначала перекумарился у матери. Не хотел сюда ехать. Потому что хотел сам. Ну, вы знаете, как самому. Сам это только в голове. А физически ты сам бросить не можешь. И приехал сюда вечером. И попал на сеанс на вечерний. После сеанса я вышел. И сказал матери, мы будем лечиться. Сеанс очень сильно. Меня зацепило с первого раза. Я вошел в этот транс. И кричал. И брыкался. И сразу пошел на шок. На шок, ребята, ходить обязательно. Очень хорошо помогает. Самое главное, что вот я тут нахожусь третью неделю. Я не помню прихода винтового. Вообще не помню. Не могу его вспомнить. Я больше всего меня это волновало. На сеансе, то есть, на сеансе ты проходишь все, все боли, все боли жены, матери. Ну, каждый сеанс по-разному. Там разные происшествия, разные рассказывают врачи. Виталий Иванович. Ты видишь глазами не себя наркомана, а видишь глазами матери, или глазами отца, или глазами жены любимой. То, что ты им творил за эти годы, десятки лет, может, кто-нибудь. И это очень больно, очень больно. Я, когда приехал уже лечиться сюда, я неделю кричал. Уже ребята начали, которые со мной лечиться. Ну, Паш, ты можешь потише? Я не мог. Это было до того больно. Я каждый раз после сеанса приходил и просил. Не то, что прощения. Прощения вы знаете сам, что уже сколько мы их напросили сужены, матерей, что уже никто нам не верит. А просил просто простить меня за то, что я сделал. Сейчас уже, конечно, у меня чуть-чуть реакция стала. Ну, больше меня теперь физически больно. Бывает, скручивают так, как зародыш превращает человека. Вот ты пытаешься, ребята попросили меня не кричать, как-то эмоции свои потише. Я попробовал помолчать. Ну, помолчать получилось еще больнее, еще хуже. Физическая боль больнее даже, чем кумары. Скручивало просто меня в калачек. Руки сами меня, я не мог разогнуть. Оно и не судороги как. Ну, клево, я без сеанса не могу сейчас жить. Я не знаю, как я уеду домой. И я не пропускаю шок. Есть ребята, боятся, не ходят. Я еще не пропустил ни одного шока. Уже их штук 12, наверное, сделал. Просто, когда после сеанса идешь на шок, и мы бежим даже с некоторыми ребятами на перегонки на этот шок, потому что после сеанса он тебя включает, и он стирает все твои, все твои, ну, приходы, эти памяти. Не знаю, ну, мне кажется так. Ну, мне после шока клево. Клево. Все, вы забываете, да? Да, я забываю все, и меня, хотя бы он раздупляет вот эти, вот этот негатив, который прошел через тебя на сеансе. Более-то, он немножко тебя включает, немножко выравнивает. Ну, вот раз, просто бывает после этого просто дыхание без шока, я еще потом часа полтора после этого транса отхожу. А шоком это как-то легче, ну, не знаю, мне нравится, кому-то не нравится. Это не мазохизм. Когда вы будете здесь, вы попробуете, вы меня поймете. Вас внутри упевает этого человека. Да, человека, которым я был. И мне нравится, что я приехал, я встал на путь. Я сидел, вот только что с женой разговаривал, говорю, Жене говорю, Свет, я благодарен так Богу, что я сюда попал. Просто я лечился когда-то в областной клинике в Запорожском наркологическом диспансере. Ну, совсем другое отношение. Совсем другое отношение врачей к вам, медсестер и всех остальных. Просто тебя прокололи там, раз, бах, гидозепам укололи на ночь, чтобы ты поспал. Ну, и все. Ну, и я так же вышел и начал употреблять дальше. А здесь? А здесь я не хочу, я даже не хочу слышать про наркотики. Жена уже смеется. Я вспоминаю, ложусь вечером читаю. Я книги начал читать, даже здесь уже давно это было. Я лет 15 назад, в последний раз, книги читал. Я лежу вечером, читаю книгу. И тут спортзал есть хороший, кстати. Штанга, бильярд, теннис. Груша висит на грушу очень хорошо, да. Стресс снимать. Ну, не то, что стресс. Физически я приехал сюда вообще. Я поднимал штангу 25 килограмм. Сейчас я вот буквально за 2 недели, третья, я уже жим лежа делаю 55. Ну, то есть набил 20-30 килограмм и я сбился немножко. И я лежу вечером, читаю книгу и думаю, какой мне завтра вес на штангу накинуть. Что я буду завтра поднимать. Жене говорю, она на меня шокированными глазами смотрит. Ну, я не думаю, у меня нет мысли о наркотиках. Есть, которые, ребята, сырые сюда приезжают. Еще кто еще, кого-то прет, может еще кто-то на отходниках. Бывает, цепляют о наркотиках темы. Поначалу я там еще поддерживал первую неделю какие-то разговоры. Да и сам первые 2 дня только слышал о наркотиках. Сейчас я выхожу на курилку, покурил, только начинается тема. Я стараюсь уходить, мне это уже неприятно. Меня на сеансах бывает бесит то, когда начинают о наркотиках. Там Виталий Иванович фонограммует там наркотички, наркотички. А я не могу, я даже бывало такой выхожу уже с транса, потому что я не хочу это уже слышать. Не то, что мне там больно это, оно противно, уже просто противно это слышать. Ну, я доволен, я доволен лечением, я бы еще тут на месяц остался. Я хожу на все... Обязательно, если вы сюда уже приехали, не смотрите на других. Некоторые просто тут не хотят лечиться. Не знаю, зачем они сюда приехали, но есть такие люди, которые не хотят лечиться. Все, ой, зачем мне этот тренинг, или зачем мне эта йога, или зачем... Ходите на процедуры. Все дополняет. Я частичку беру от психолога. Ну, что-то он мне какие-то там темы рассказал, или что-то там... Попробуй с женой так. Я сюда приехал, жена со мной разводиться была намеренной. Ну, сейчас, за две с половиной недели, что я здесь, она поменяла ко мне отношения. Она не верит этому, что я лечусь, излечиваюсь. То есть, ну, поменяли все. Мы с ней не скандалим. Мы с ней друг друга начали уважать. Я перестал на нее... Ну, раньше вы знаете, как под наркотом. А ты пошла нахер там, или что-нибудь там, все. Ну, то есть, уважения не было никакого к жене. И за три года я залил, сколько за шкуру, что... Ну, это даже не передать ей. Сколько? Ну, каждый знает. Каждый был в этой шкуре. И знает, матери его, жене, неважно. Но здесь, я приехал, ребята, да, прости, все будет нормально. Побыль, да я не верил, как она... Все, она уже поехала на развод, ей отсрочку дали. Я ее еле сюда затянул. Сейчас у нас совсем другие отношения. Ну, еще дружеские, но хотя бы они уже дружеские. Не так, как мы с ней... Она даже ушла от меня. Ну, не знаю, я доволен, я очень доволен лечением. А другие какие-то процедуры? То есть, вы говорили про процедуры, что их очень много. Вот, страшок, понятно, это очень важно. Для вас какие-то еще имели значения? Ну, лично для вас какие-то? Для меня лично, да. Ну, массаж, само собой, нравится всем. Мне нравится йога. Вот, особенно после спортзала хорошо. Приходишь, ну, у нас этот наш мастер или гуру, как его называют, вот он больше на созерцание, на внимание. Внимание у наркоманов очень рассеянное. После того, как вы стаете трезвыми. Очень рассеянное. Ну, мысли собрать забываешь. Вот, больше он на внимание, на созерцание. Концентрировать. Да, сконцентрировать себя, собрать свое тело, как он говорит. Ну, ребятам мало ходит. Там процентов 30 только ходит на йогу. Ну, те ребята, которые понимают. Очень хорошо процедуры тоже. Трансаир на голову такой. В итоге, ну, здесь будете, вы поймете. Он тоже стирает многое. Память о приходах, о всем. Там тоже электротоки, видать. Ну, то есть все процедуры в компьютерах. Их тоже ж не дурак какой-то придумал же. Конечно. Это все комплекс. И надо везде ходить и не пропускать. Даже бывает, иногда не хочется, но надо идти. Идти, и потом вы поймете со временем. Не так сидеть в курилке, чтобы медсестра тебя заставляла или жена. Тогда здесь незачем. Значит, вы еще не пришли к этому. Незачем здесь находиться. Если ты пришел, то будь добр, сделай. Это ты и делаешь ты это для себя, а не для матери. Или в первую очередь для себя. Если будешь ты здоровым, будут здоровы твои дети, жена и родители. А есть у вас какие-то планы на будущее? Вот вы выйдете из клиники, что вы будете делать? Ну, в первую очередь надо себя занимать. Я вот здесь сейчас занят до того, чтобы мне некогда даже полежать. Ну, вчера мне вшили таблетки от алкоголя, потому что я закрыть хочу все форточки. Потому что у меня алкоголь сразу после алкоголя мысли про наркотики. То есть я от алкоголя, от страховки в себе пока на первое время, пока я буду уверен в себе. Ну, хотя я знаю, что я долечусь, но все равно не помешает. Планы есть. Работу хочу лучше найти. У меня работа связанная с убийствами животных. Я бойщик, да. Я хочу поменять эту работу, потому что на психику очень сильно влияет. Ну, конечно, хочу жить со своей семьей. Делать. Помогать жене хочу. Потому что я делал три года, я ничего не делал дома, в смысле по быту. Для кого-то это там по убеждениям, не знаю. Ну, ей очень тяжело с ребенком помогать. Ну, надо помогать жене. Даже помыть ту посуду, убрать пылесосом, это не так трудно. Ну, и не лежать на диване. Если вы будете дальше продолжать лежать, то это приведет обратно к чему-то. Надо себя чем-то занимать. Книги, спортзалы, не важно. И тебе, ребят, пару слов, можно? А? И тебе, ребят, пару слов, на которые вы учите. Ребята, если вы уже сюда попали, значит, вы дошли уже до такой ямы, до такого финиша. Вы попали сюда не зря. Я вам советую лечиться, не пропускать ни процедуры. Ходить везде. На сеансах работать на полную. Даже через не хочу. Если вам... У меня бывают такие моменты, мне не хочется начинать дышать. Вот, чтобы войти транс. Бывает, ну, тяжело, устал. Заставляйте себя, дышите, входите в транс, испытывайте полностью, кричите, не обращайте ни на кого внимания, кричите, бейтесь, боксируйте. Ну, вылаживайтесь на полную и бегите на шок после сеанса сразу. Не бойтесь этого шока. Вы поймете потом сами. Желаю всем удачи, желаю всем вылечиться. И я знаю, что здесь помогут. Только здесь. Благодарю тебе Бога, мать, не знаю, жену, кого, что вы сюда попали. Здесь вам помогут. Я уверен в этом. Спасибо. Спасибо вам большое.